29 сентября спровоцированные Азербайджаном военные действия на всей линии соприкосновения с Нагорным Карабахом продолжились с большей интенсивностью. Рано утром представитель Министерства обороны Республики Армения Артурнова Нессан сделал заявление, в котором говорится, враг начал активную артиллерийскую подготовку, они готовятся к следующей атаке. Пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Шушан Степанян заявила, С раннего утра 29 сентября азербайджанская сторона возобновила широкомасштабные боевые действия практически на всей линии обороны армии обороны Арцаха. Пресс-секретарь отметила, что враг начал применять тяжелые огнеметные системы, что меняет как логику, так и масштабы боевых действий, вводя их на совершенно новый уровень. Добавила. Минобороны предупреждают, что вооруженные силы Армении вынуждены использовать военную технику большой площади поражения и связанную с неживую силу, а также виды оружия и военную технику для уничтожения движимых и недвижимых целей. Вскоре после этого Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением относительно дезинформации, распространяемой Министерством обороны Азербайджана. Согласно ложной новости, распространенной властями Азербайджана, армянская сторона обстреливала Дашкистан, район Азербайджана. Министерство иностранных дел Армении опровергло эту новость, добавив, что враг готовит почву для оправдания своих последующих действий. Сразу после ответа Армении вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по воинской части Вартениса вооруженных сил Армении. Также были использованы воздушные силы в направлении позиций. Вследствие нападения погиб один мирный житель. В результате атаки азербайджанской авиации загорелся гражданский автобус. К счастью, выбранной мишени не оказалось людей. Позже глава правящей фракции Национального собрания Армении Лилит Макунц выступила с заявлением о том, что в сложившейся ситуации активно обсуждается возможность заключения военно-политического союза с Арцахом. В то же время армяне, живущие в Гленделе, штат Калифорния, собрались перед зданием мэрии Глендела, выражая свою поддержку солдатам арцахской войны. Защитник прав человека республики Арцах Артак Бегларен заявил, что в результате азербайджанского обстрела в Мартуни Адрути и Марта Керти погибли три мирных жителя. Вскоре после этого пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана выступил с заявлением, в котором говорил, что в результате бомбардировки азербайджанской армии военная часть Мартуни была полностью выведена из строя. Министерство обороны Арцаха мгновенно опровергло информацию, заявив, что новость является ложной и не соответствует действительности. В частности, азербайджанская сторона начала бомбить села Вартынистского района, расположенного на территории Армении. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, используя хэштег «Мы победим», заявила. Азербайджанская сторона предпринимает попытки атаки с использованием артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и бронетехники. Исходя из перманентно обновляемых данных, в результате контрудара армянской стороны враг потерял 11 беспилотных летательных аппаратов, одну инженерную бронетехнику, четыре бронетранспортера, пять танков. Также враг несет большие потери живой силы. Вскоре после этого киберармия Монте Мелконяна заявила о взломе утечки огромного количества информации из электронной почты правительства Азербайджана. Согласно сообщению, полученные документы являются прямым доказательством того, что ряд азербайджанских веб-сайтов и социальных сетей финансируется и регулируется правительством Азербайджана. По последним данным, в результате азербайджанской агрессии армянская сторона потеряла 84 военнослужащих.